И объединение телевизионных компаний представляют. В этот день детектив Насонов навещал своего больного приятеля. Пожалуйста! Да подождите вы! Пожалуйста! Иди отсюда, чтоб я тебя здесь больше не видел. Послушайте, но ведь у меня там сумка, документы, все деньги. Давай. Слышь, ты чё шумишь? Чё ты дергаешься? Иди отсюда пока с тобой по-хорошему, а то ведь можем и по-плохому. Да, замки мы сегодня поменяем, чтоб ты больше в чужую частную собственность не лезла. Поняла? Простите, вы ведь всё видели, да? Вы можете мне помочь? Как вас зовут? Меня Алексей зовут, я частный детектив. Пожалуйста, помогите мне, я вас очень прошу. Давайте сначала ваши вещи соберём. Да, конечно. Умерла моя бабушка, а других родственников у неё нет. Квартира по наследству принадлежит мне. Ну, появились они. Ну, вот эти двое мужчин. Да, они выгнали меня, сказали, что есть какое-то завещание, и что квартира мне не принадлежит. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Ребят, подождите, давайте поговорим. Пошёл ты. Вы не волнуйтесь, мы их найдём. Да как мы их найдём? Они в квартире, все замки поменяли. Да не переживайте, поедем ко мне в офис, а то замёрзнете совсем. Залезайте. Сюда, да? Да. Спасибо. Шесть дней назад умерла моя бабушка, Тамара Павловна Дёмина, баба Тома. И я приехала её хранить. Ну, я просто не здесь живу три дня на поезде. И после бабушки осталась однокомнатная квартира. Документы на эту квартиру у вас есть? Документы в квартире. Но у бабушки Томы кроме меня никаких родственников не было. И после её смерти я три дня в этой квартире прожила. А сегодня была у нотариуса, он открыл мне наследственное дело и выдал справку. Справку с собой? Да, с собой. Сейчас я вам покажу. Вот, возьмите, пожалуйста. Ну, а потом появились эти двое мужчин, которых вы видели в подъезде, и выгнали меня. Значит, смотрите, задача номер один для вас. Выяснить, было ли завещание. Для этого обойти и обзвонить всех нотариусов. Задача номер два. Собрать всю информацию на Дёмину Тамару Павловну, 40-го года рождения. И задача номер три. Выяснить, был ли договор пожизненного содержания. Ну, договор ренты. Понятно? Сделаем. А нам понадобится участковый. Сейчас я найду его телефон, и мы с вами поедем. А можно я у вас сумку оставлю, чтобы с собой не таскать? Конечно, оставляйте. Данила вам потом подвезёт. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а что такое договор пожизненной ренты? Ну, понимаете, если бы кто-то договорился с вашей бабушкой, да, он бы за ней ухаживал, выплачивал бы ей ежемесячно какую-то сумму. А после смерти получил бы её квартиру в собственность. Понимаете? Вот бабушка вам ничего такого не рассказывала? Нет. Баба Тома вообще вредная была. Ей ведь тяжело было одной с диабетом. Я к ней переехать не могла. У меня муж, двое детей. И вообще, как мы можем ютиться в этой маленькой квартирке? А она к нам переезжать категорически отказывалась. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Аня, слушай. Тамара Дёмина не имела близких родственников, кроме своей внучки Алины Валеевой. С мужем она разведена, он умер. Единственная дочь Тамары, мать Алины, также умерла пять лет назад. Квартира приватизирована на Тамару. Так что, если нет завещания, то квартира должна остаться Алиной Валеевой. Так, ну всё, я понял. Давай. Скажите, а Тамара Павловна, она от чего умерла? У неё сахарный диабет был. Ей, видимо, плохо стало, она укол вовремя не успела сделать. Её соседка нашла, Галина Дмитриевна, из квартиры напротив. В морге мне справку дали. Всё по закону. И договор о смерти я получила. А вот и участковый. Подождите, подождите. Здравствуйте, я частный детектив, моя фамилия Насонов. Это вот моя клиентка Алина Валиева. Это мы вас вызывали. Участковый майор Корнаухов. А что случилось? Вот смотрите, у нас есть справка об открытии наследственного дела на имя Алины Михайловны Валиевой. А в квартиру мы попасть не можем. Может, поможете нам её вскрыть? Ну, пойдёмте. В присутствии участкового слесарь открыл квартиру Тамары Дёминой. Вы сказали, что эти два мужчины открывали дверь своими ключами. Откуда у них были ключи? Я не знаю. Когда бабушку нашли мёртвой, дверь вскрыли аккуратно, не повредив замок. А ключи я нашла вот в этом шкафчике. Но там была только одна связка. У вашей бабушки были запасные ключи? Да, были. Может быть, она их кому-то отдала? Я должен проверить документы на квартиру. Да, конечно. Пойдёмте. Баба Тома здесь всегда ценные вещи хранила. Договор на квартиру, договор о приватизации и свидетельство о смерти. Документы в порядке. А завещание на квартиру есть? Вы в курсе, что в право наследования вы можете войти только через шесть месяцев? А до этого времени квартиру придётся освободить, а дверь опечатать. Вы знаете, Алина не собирается здесь жить все эти шесть месяцев. У неё семья, работа. Она из другого города приехала. Я из Сибири приехала. У меня просто поезд через два дня. Я могу здесь остаться, а ключи вам потом занесу. Ладно. Мой номер телефона знаете? Если что, звоните. До свидания. До свидания. Алина Валеева приехала из другого города на похороны бабушки, после смерти которой осталась однокомнатная квартира. Алина остановилась в ней и уже готовилась принять наследство. Но женщину выгнали из квартиры представители некоего агентства недвижимости, сообщив, что жилплощадь завещана совсем другому человеку. Здравствуйте. Здравствуйте. Я частный детектив. Моя фамилия Насонов. Я хотел бы с вами поговорить по поводу вашей соседки Тамары Павловны. А, это Алина вас наняла. Из-за наследства. Ну, в общем, да. Ну, что же мы через порог-то. Заходите. У меня у сына завтра день рождения. Вот, готовлю. Давайте я вам помогу. Ой, да пожалуйста, садитесь. Вот вам стаканчик. Четыре руки лучше, чем две. Ой, такой ужас. Я вечером к бабе Томе захожу, звоню-звоню в дверь, никто не открывает. Ну, я так сразу и подумала, что что-то случилось. Ну, а почему сразу подумали, что что-то случилось? Ведь она могла пойти куда угодно. Ну, в магазин, например. Да баба Тома сама просила меня, чтобы я в восемь часов вечера к ней зашла чайку попить. Я ведь десять минут в дверь звонила. Ну, а потом вызвала скорую и полицию. Дверь вскрыли, а баба Тома лежит на полу и уже не дышит. А Тамара Павловна, она вообще сама справлялась или вы ей помогали? Я бы с радостью. Ну, да когда мне? Я ж работаю. К ней женщина одна приходила. Баба Тома говорила, что она с ней в магазине познакомилась. Светлана зовут. Киреева. Хорошая такая женщина, лет сорока. Баба Тома даже как-то обмолвилась, что она хочет ей свою квартиру переписать. Ну, в благодарность. За заботу. Только вот я не знаю, сделала ли она это. Еще один вопрос. А вы не знаете, где вот эта Светлана живет? Чего не знаю, того не знаю. Подождите, ну куда же вы? Ну, вы что, зря старались? Я же хотела вас пельмешками угостить. Вот, вода уже закипела. Спасибо большое, но мне пора. Да, я помню эту старушку. Сделала бы инъекцию вовремя, могла бы жить. То есть, абсолютно точно она умерла своей смертью? Точнее не бывает. Вот, Демина Тамара Павловна скончалась 17 около 7 вечера. Вследствие инсулиновой комы на фоне сахарного диабета. У вас все? А то меня покойники ждут. Да, все, извините, спасибо. Преступное сообщество заботливых родителей и инвалидов. На минувшей неделе выслушала приговоры к радости других инвалидов, пенсионеров и заботливых родителей, числящихся в деле как потерпевшие большинство... Вот она, Светлана Киреева, 41 год. Проживала по адресу улица Светлая, дом 34, квартира 114. Проживала? Она переехала куда-то? Ну, можно и так сказать. Она умерла 18-го часа. Угу, 41 год. От чего она умерла? Сердце. Муж Дмитрий Киреев работает курьером интернет-магазина. Офис находится по адресу улица Широкая, дом 11. Алло, Алексей Викторович, есть информация. Дмитрий, здравствуйте. Это я вам звонил, я частный детектив. Что вы от меня хотите? Видите, у меня сколько заказов. Мне еще нужно до шести вечера все развести и успеть. Я хотел бы поговорить о вашей жене. Я, кстати, на машине могу вас подвезти, заодно по дороге поговорили бы. Имейте совесть, я только что потерял жену. Она никогда ни на что не жаловалась. И она тебе умерла во сне. У меня в это время не было дома. Я был у Степана на даче. Степан, это мой друг. И если бы я ночевал дома, может быть, и спас бы Светочку. Я не могу себе этого простить. А ваша жена ночью умерла? Да, 18-го числа. Почему вы интересуетесь? Скажите, а такое имя Демина Тамара Павловна вам ни о чем не говорит? Просто она завещала квартиру в вашей жене. Ничего ни о какой квартире, я не знаю. Мне пора ехать. У меня работа, меня начальство торопит. До свидания, извините. Да, Алина. Алло, Алексей Викторович, вы меня слышите? Я выходила из квартиры, чтобы вынести мусор. А эти двое меня подкараулили. Да. Они сейчас в квартире. Через 10 минут я буду. Хорошо. Я жду. Забирай свое барахло и вали отсюда. Ты что, с первого раза не поняла, что ли? А вы не понимаете, что мне некуда идти? Да мне плевать. Э, родной, ты кто такой? Ты что делаешь? О, я тебя, кажется, уже видел. Ты что, полюбовник ее, что ли? Я снимаю все происходящее. Я-то на самом деле частный детектив. Вот. А вот кто вы такие? Вот это вот вопрос. Так вы нас-то тоже поймите. Мы люди маленькие. Нас послали, мы пришли. Послали вас. Кто же вас послал? Начальство послало. Агентство недвижимости. Нам сказали, нужно освободить квартиру, которую незаконно заняли. Хотя, по завещанию, она принадлежит другому человеку. До истечения шести месяцев ни вы, ни ваше агентство здесь появляться не может. Кстати, что за агентство? Какой адрес? Агентство недвижимости «Фиалка». Улица Красина, дом 44, второй подъезд. Можете проверить. Да я-то обязательно проверю. А сейчас, ну, поверьте, вам лучше уйти. Пожалуйста. Да ладно, мы уйдем. Просто мы завтра с завещанием придем, и никакой участковый вам не поможет. Олега, пойдем. Всего доброго. Счастливо. Ну что, какие новости? Я связалась с директором агентства и выслала ему фотографию тех парней, которых вы мне показывали. Ну так вот, он сказал, что они у него больше не работают. Ребята работали на конкурентов, он их уволил. Прекрасно. У тебя что? Что с завещанием? Обзваниваю нотариальной конторой, но пока ничего. Давай, давай, работай. О, здрасте. Степан Семенов, если я не ошибаюсь. Ну, ну да. А вы по какому вопросу? Покупка, продажа, расселение? Я по поводу выселения. Ведь это у вас находятся документы на квартиру по адресу улица Зеленая, дом 35, квартира 15. Из этого адреса ваши люди вчера пытались женщину выгнать. Я ни про какую квартиру на улице Зеленой ничего не знаю. И никого туда не посылал. Ну, наверное, с кем-то перепутали. А вы вообще кто? Из полиции, что ли будете? А я вообще-то частный подъекте, фамилия моя Насонов. Освободите помещение, вы мешаете мне работать. Послушайте, может быть, все-таки лучше правду рассказать, а? Мне нечего вам рассказать. До свидания. Всего доброго. Алексей Викторович, я пробила всю информацию по Киреевым и выяснила, что, оказывается, за две недели до смерти Светлана подала на развод. Квартира, в которой они проживали вместе с мужем, принадлежит Светлане. И после ее смерти должна достаться ее дочери от первого брака. Слушай, ну, дело принимает все более интересный оборот. И еще. Даня нашел нотариуса. Тамара Демина действительно составила завещание, согласно которому квартира после ее смерти должна остаться Светлане Киреевой. Так, спасибо тебе большое. Это очень ценная информация. Скажи Даниле, пусть едет ко мне. Куда это он так торопится? Детектив вызвал помощника к дому Дмитрия Киреева. Чего? Чего? Чего ты мне орал с трубку? Какие проблемы? Какие детективы? Я забежал домой пообедать. Мне же половину заказов развести надо. Эта девка, которую ты просил пугнуть, она обратилась к детективам. Ко мне только что приходили. Ну и что? Да детективы не политься, что ты переполошился. Вот смотри, я все документы тебе могу показать. Да не нужны мне твои документы. Проблемы одни из-за тебя. Сколько ты хочешь сверху. Да не нужны мне твои бабки. На меня и так уже директор наехал. Двоих моих мужиков уволили. Как бы не пришли мне рожу бить. Ты же мне сказал, что она дергаться не будет. А при таких раскладах я умываю руки. Знаешь, Коконь, мы с тобой и давние друзья. Но совсем этим дерьмом разбирайся сам. Все. Подожди, Степ. Степ, подожди. Да пошел ты. Значит, получается, вы все-таки знали, что дерьм нас оставил в завещании в пользу вашей жены? Ну знал, ну и что из этого? Я наследник по завещанию. Потому что я законный муж. Хоть Света и не успела вступить в права по завещанию, но бабка умирала 17-го числа, а Светлана 18-го. Значит, она наследница, а я наследую за своей женой. Вот. Я уже был у нотариуса и написал все нужные заявления. По завещанию эта квартира должна быть моей через полгода. А что вы так нервничаете? Если у вас все по закону, вам нужно было просто прийти к Алине и показать завещание, а не выгонять ее из квартиры при помощи двух громил. Да не хотел я с ней встречаться. Начались бы сопли, слюни, слезы. Не люблю я этого. Квартира по закону моя. И точка. Я бы хотел посмотреть, что на свидетельство о смерти вашей жены. Пожалуйста. У меня все документы в порядке. Откуда у вас ключи от квартиры, Демина? Они у Светланы были. Ей бабка связку дала. Одинокая все-таки, больная. Переживала. Внучка-то там не появлялась, когда бабка жива была. А теперь ей квартиру подавай. Ничего не получит. Так ей передайте. Квартира будет моей. А мне на работу пора. Слушай, ну странно эти какие-то две смерти. Кое-что надо проверить. Алину Валееву выгнали из квартиры умершей бабушки представителя агентства недвижимости, сообщив, что жилплощадь завещана другому человеку. Детективы выяснили, что пенсионерка завещала квартиру Светлане Киреевой, которая ухаживала за ней. Однако после смерти бабушки скончалась и Светлана. Муж женщины Дмитрий уверяет, что ничего не знает. Но детективы стали свидетелями разговора Дмитрия с представителем агентства недвижимости, из которого следует Дмитрий Киреев знает больше, чем говорит. У меня законный перерыв. Присоединяйтесь. Да нет, спасибо. А вы знаете, меня еще один труп интересует. Тут очень сложное наследственное дело. И как-то странно все получается. Смотрите, вот сначала умерла бабушка Демина Тамара Павловна. И практически следом за ней на следующий день умерла Киреева Светлана. Вы не могли бы посмотреть причину смерти Киреевой? Сейчас посмотрим. Вот Киреева Светлана Андреевна. 41 год. Скончалась от внезапной остановки сердца 17-го числа. Подождите, мне только что и муж показывал свидетельство о смерти. Там написано 18-е число. Это нашли ее 18-го. Она целые сутки в квартире пролежала. А умерла она 17-го. А как такое могло оказаться? В справке о смерти написано 17-е число, а свидетельство о смерти уже написано 18-е. Это вам в ЗАГС нужно. Наверное, там что-нибудь напутали. Так что же получается? Муж Киреевой обнаружил труп своей жены только сутки спустя. Или сутки он никому ничего не сообщал. Но, конечно, ему квартира была нужна. И он скорую помощь вызвал просто попозже. Дело в том, что 17-го умерла Демина, и 17-го умерла Киреева. Дату смерти я определил точно. Только Киреева умерла около 7 утра, а Демина около 8 вечера. Но если они умерли в один день, значит, завещание по закону недействительно. Демина умерла от того, что ей не сделали вовремя укол инсулина. А если ей не дали сделать укол, или вкололи какой-то другой препарат, тогда что? Могли вколоть воду для инъекций. Так как след от инъекции укола я обнаружил. Это что-то всегда получается убийство. Галина Савельевна, я вот к вам вчера заходил по поводу вашей соседки Тамары Павловны. Ага. Галина Савельевна, а скажите, вот вы когда в квартиру вошли, Демина где лежала? В коридоре у телефона? Все, я понял, спасибо вам. Алло, Ань. Мне нужны срочно все звонки с домашнего телефона Деминой за 17-е число. Как только сделаешь, сразу позвони мне. Степан Сергеевич. Больше вам нечего сказать. И рабочий день уже окончен. Вы подумайте, хорошо. Вы сейчас, возможно, убийцу покрываете. Дмитрия Киреева. Дмитрий? Дмитрий не может быть убийцей. Светлана скончалась 17-го числа в 7 утра, а Дмитрий сказал, что он приехал в 18-е утром. Где он все время был? У вас на даче так ли это? Вы готовы показания в суде дать? Нет. Он не ночевал на меня. Я не знаю, где он был. Так Дмитрий Светку, что ли, убил? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Демина звонила в 18-05 кому? Матецкая Нина Сергеевна. Я запомню. Давай адрес говори. Мне 17-го числа позвонила Томочка и сказала, что Светочка умерла от сердца. И это было так ужасно. Она была такая хорошая, такая молодая. Ей бы то жить, да жить. Томочка сказала, что к ней приходил муж Светочкин. Кажется, Дмитрий Викторович. Да. И рассказал про Светочку. Томочка очень расстроилась и почувствовала себя плохо. А Дмитрий Викторович, он оказался очень чутким человеком. Он помог ей. Он сделал ей укол, потому что Томочка не могла сама. У нее руки тряслись. Я думаю, что смерть Светочки убила Томочку. А вы как думаете? Извините. Да. Алло, Алексей Викторович. Но я нашла еще одного нотариуса, который утверждает, что Светлана после смерти Тамары Деминой была у него и даже открыла наследственное дело. Нет, ну, конечно, я понимаю, что это полный бред, потому что Светлана умерла раньше Тамары. Но все-таки. Да. А адрес и телефон этого нотариуса у меня есть. Хорошо. Что вам надо? Из квартиры Деминой сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли две упаковки сам полно. В одной сухой инсулин, в другой вода для инъекций. На этих упаковках ваши отпечатки пальцев. Вы были у Деминой. Ну и что? Если стало плохо, я сделал укол. Что тут такого? Да, ты сделал ее укол. Только ты сделал ей укол простой водой для инъекций. В упаковке с ампулами с водой одной ампулы не хватает. Ты убил Демина. Я никого не убивал. Отпустите меня, Вильнюс, что он не виноват. Виноватый не бегает от закона. Тихо, 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 тихо. Тихо. Твоя жена умерла 17-го числа в 7 утра. Но ты о ее смерти никому не сообщил. Ты поехал к Тамаре Павловне. Я так подозреваю, что с самого начала ты хотел ее убить. Я не хотел. Я не знаю, как все это получилось, произошло как-то само собой. Я был в ЗАГСе, нашел там справку о смерти твоей жены. Там стоит 17-е число. Ты получил свидетельство о смерти и исправил число на 18-е. Ты знал, что если наследник и наследодатель умирает в один день, то по закону завещание аннулируется. Мы нашли нотариуса, у которого ты открыл дело о наследстве. Он сейчас полиции показания дает. Да отпусти ты, я никуда не убегу. Я не хотел. Я пришел к Деминой, чтобы рассказать ей про свет. И хотел уговорить ее, переписать завещание на меня. А я бы за это ухаживал за ней и дальше. Но ей стало плохо. Она спросила, умею ли я делать уколы. Я умею. Она сказала, где лежат лекарства. Я увидел коробку с сухим инсулином и воду в ампулах. Нужно было растворить инсулин водой. Я не хотел. Я не знаю, как это получилось. Поехали следующее. Алина унаследовала квартиру бабы Томы. Дмитрий Киреев получил срок за убийство. Нотариус, который открыл наследственное дело со слов Дмитрия, лишен лицензии. Против него возбуждено уголовное дело. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день по дороге на работу детектив Лукин встретил своего давнего знакомого участкового Сергея Ивашенко. О, Сергей Витальевич, приветствую. Утро на дворе, ты уже на посту? Сигнал, понимаешь, вступил. Одного типа проверить надо. Очень, понимаешь, подозрительный тип. Понятно. Ну, работа есть работа. О! Здрасте. Еще один старый знакомый. Здрасте. Что, Юрка, отслужил? Ну да, вчера только вернулся с сержантом. Молодец. Поздравляю. Спасибо. Откуда это у тебя? Только вернулся, сразу за старое принялся? Да вы что, вы что, с ума что-нибудь посходили, а? Я же только вчера вернулся. Куда вы меня собираетесь везти? Да еще и в браслетах. В родное отделение я тебе по виду, родимый. Где ты раньше чаще, чем дома бывал? Да раньше, может, и бывал, а сейчас не хочу. Ну, не за что у меня в отделении. Ну, сами подумайте. Я только вчера дембельнулся. Ну, Игорь Петрович, ну, скажите же, вы же меня с детства знаете. Я же завязал с прошлым. Вы же знаете, завязал, правда. Иди, иди, разберемся. Вот дурак, а. Как вы меня нашли? Тоже у меня конспиратор. Что ж, я не помню, где ты со своими дружками до армии жизнь прожигал. От ваших тут столько вся круга тряслась. Да теперь вот некуда мне идти. Да и прятаться я не хочу. А компания? Да от компании только один Денис-то и остался. Кстати, вместе с ним вчера дембель и отмечали. Больше никто не пришел. Слушай, что же вы вчера такого натворили, что утром тебя пришли арестовывать, а? Слушай, пойдем в машине поговорим. Что-то сыро здесь, неуютно, грязно. Ну, пойдемте. Да в том-то и дело, что ничего. Нет, я, конечно, плохо помню вчера окончание вечера, но я ничего не крал, честное слово. Опа. Что, закончилось? Кончилось. Надо повторить. Надо. Сейчас организуем, подожди. Чисто по-братски, ты же из армии, денег нет. Теперь я угощаю. Сходи ко мне, квартиру помнишь? Помню. Я сам ей не дойду. Нет, подожди, а чего я попросишься? Я же не знаю, где у тебя там что. Деньги в комоде в зале, головой в верхнем ящике. Давай туда и обратно. Давай, давай, разведка будет. Ну, ладно, ты только, братан, ключи давай. А я пока нам таких красавиц клею. Ну, ты смотри, братан, только дождись меня, понял? Конечно. Ну, все, давай. Давай. Молодец, что было? Ну, пошел я к нему домой. Дверь ключом открыл, легко. Ну, а потом вижу этот комод, где у них бабло хранится. Ну, открыл его, а там, мать честная, цацик золотых, ну, немерено просто. Какие-то колечки, цепочки, кулоны. А в самом углу икона старинная лежит. Ну, наверное, каких-то бешеных бабок стоит. Да не крал я ее, ну, не трогал. Говорю же, завязал. Юра, откуда тебе вот это? Да сам не знаю, как это получилось. Вчера, если честно, не помню окончание вечера, то, что после бара было. Ну, набрался я, ну, понимаете? Вот. Да вы можете у Дениса спросить, он подтвердит. Юра. Юр. Рода, подъем! Фу ты черт, я же второй день на гражданке. Тогда теряешь время. Я к своей гражданке побежал. Ничего так вчера твой демель, да, отминительный? Да, не говори. Ну все, бывай. Давай, давай, я все успею. Блин, где мой телефон-то, а? Блин, где мой телефон-то, а? Вот что, давай-ка я тебя отвезу в полицию. Во-первых, в кандалах ты далеко не убежишь. Во-вторых, объедет в розык, только хуже будет. Да води. Напрасно ты, Петрович, в это дело ввязываешься. Ей-богу. Дело ясно, и ни под какую подписку его не отпустят. Этого парня я с детства знаю. Ну да, хулиганистый был пацан. Мать с ним мучилась, ну чтобы вот так вот сразу пойти на кражу. Сразу после дембеля. Ну не верю я в это. Слушай, Витальевич, может ты не того взял, а? Ему меняется похищение старинной иконы. Ну ведь иконок не нашли. Пока же найдем. При обыске у него еще чужого золота лет на пять. Проходите, пожалуйста. Детектив Лукин решил встретиться с хозяйкой похищенных ценностей Варварой Степановой. Присаживайтесь. Спасибо. Вот в этом альбоме история нашей семьи. Когда у меня плохое настроение, я начинаю рассматривать фотографии, и мне сразу становится легче. Да найдется икона, я вас уверяю, найдется. Обязательно. Мне бы очень этого хотелось. Икона – это наша фамильная ценность, семейная реликвия. Наш род очень древний. Он известен с 14 века. А мой прадед был князем. Скажите, Варвара Федоровна, а у вас есть фотографии этой иконы? Да, да, да. Я как раз хотела показать вам ее. Так. А, вот здесь. Вот она. Позвольте. Ого. Датирована 15 веком. Приведена из Византии. И подарена одному из наших предков в связи с крещением его сына. Эта икона оберегала весь наш род. И я должна была ее подарить своему внуку Денису. А сейчас я уже не знаю. Варвара Федоровна, ну, успокойтесь, ну, ради бога, не переживайте вы так. Ну, все будет хорошо, ну. Да. Скажите, а пропажу-то вы обнаружили? Да. Я вчера была у приятельницы на юбилее. Ну, и решила остаться переночевать. А когда вернулась утром домой, пришла в ужас. Плюс все разгромлено, вещи валяются, статуэтка разбита. Я сразу поняла. Это ограбление. Варвара Федоровна, а вы свои ключи никому не давали? Нет. Ну, правда, два месяца назад я их потеряла на даче за городом. И пришлось сделать дубликат. И когда я все вот это увидела, я бросилась в комоду, открыла. Конечно, иконы нет. Я вызвала полицию. Я так расстроилась, что думала, не доживу. Честно говоря, мне и сейчас не очень хорошо. Так может, вы приляжете, отдохнете, а? Да, да, вы меня извините, пожалуйста. Вы побеседуйте пока с моим внуком и попросите его, чтобы он позвал мою соседку. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Хорошо. Детектив Лукин стал свидетелем того, как его сосед Юрий Логинов был арестован по подозрению в краже ювелирных изделий и старинной иконы. Логинов уверял, что он невиновен, однако не мог объяснить, каким образом украденные золотые изделия попали к нему в дом. Вы поосторожнее, пожалуйста. Это любимые бабулины вещи. Интересно. Переживаете за антиквариат? Странно. А дали постороннему человеку ключи от своей квартиры, чтобы он деньги принес? Да я не постороннему дал. А бывшему однокласснику. Мы выросли вместе. Он меня позвал свой день билетмечать, а денег ему не хватило. Тоже красавец. Ну почему же вы сами не пошли за деньгами? Да напился я. Встать не мог. Я вообще мало пью, а тут с Юрой Былоев вспомнили, да и понамешали всего. Денис, после того, как вы с Юрой пили во дворе, вы куда пошли? Логинов пригласил к себе домой. Типа продолжение. И мы пошли в бар, потом взяли по пару пива и, собственно, пошли домой. А когда пришли, разморило обоих и вырубило. А утром я к своей подруге поехал. Я же не знал, что Логинов нас обокрал. Юр, ты эту икону действительно не брал? Нет, если ты взял, лучше сразу сознайся. Ты пойми, Варвара Федоровна в больнице оказалась, ей хуже стало. Не дай бог, что с ней случится. Ведь судья об этом узнает и тебе только срок увеличит. Знаете что? Уходите, слышите? Уходите отсюда. Вы мне тоже не верите, да? А как вы меня можете отсюда вытащить, если вы тоже не верите? Я целый год в армии, честно, две грамоты получил, сержантов вернулся. Вернулся, подставили, а вы? Вот такая вот история. Непонятная и запутанная. Мне кажется, в кислое вы дело ввязались, Игорь Петрович. Зацепок нет, ничего не понятно. И что делать дальше? Ну, есть старое правило сыщика. Если не знаешь, что делать, тряси знакомых. Это как? Нужно проследить контакты Юрия. С кем встречался, с кем говорил. Ну, может, кто-то, что-то и скажет. Ну, так, неосознанно. Ну, ведь как старатели золото добывают, да? Они песочек промывают, промывают, крупинку за крупинкой, крупинку за крупинкой. И потом, оп, и будет нам счастье. Игорь Петрович, ну какие контакты? Он только три дня назад как из армии пришел. Значит, надо старый контакт поднимать. Жил он во дворе. Значит, с пацанами футбол играл? Играл. Девчонок любил? Любил. Бабушка на лоську доводил? Доводил. Все, будем трясти старые контакты. А, ну так вот, Юрку я знаю. Он через дом живет, в армии во дворе тусил часто. А вчера к Степану заходил. Точно к Степану? Ничего не путаешь? Да нет, сто пудов. Я еще поржал над ним. Вот только дембельнулся, должен по девчонкам бегать, а он к старухе прется. Ну, я у него еще сигаретку стрянул. А курить вредно. Да, курить вредно. И чужие квартиры вскрывать тоже вредно. Ты сказал, что видел, как он к Степану заходил? А как выходил, ты видел? Да, пьяный в дугу. Груди барсетку прижимал. Я еще подумал, что он что-то притырил, ну и к Танюхе своей рванул. А Танюх – это его подружка? Ну, дарами была его. Сейчас Денискина. А может, еще чья. Не знаю. Ну, она резвая на это дело. А где ее найти-то можно? Ну, либо с мужиками сидит, либо в салоне на Кирова ногти пилит. Маникюр же она. Когда Логин в фармию ходил, сказал, чтобы его дождалась. Или иначе отомстит. Я, конечно, обещала, но... Сама понимаешь все. Ну, да. Честно говоря, я даже рада была, когда его закрыли. А то он мне голову оторвал бы. Он ревнючий такой, ужас. А с Денисом ты давно встречаешься? Месяца два. Он классный. А ты с ним виделась вчера? Да, в часов десять. Он мне позвонил, и через полчаса мы встретились. Гуляли. Ну, странный был. Ну, почему странный? Ну, я себе прическу сделала. Кучу денег вообще отдала специально для него. А он выходит, привет, и ноль внимания. А я специально с ним решила пораньше встретиться, чтобы он оценил меня в полной красе. В общем, я ничего не поняла, и с подарком я тоже пролетела. С каким подарком? У Дениски в руках пакет был размером с книжку. Я думаю, о, подарок мне обломится. Я ему намекаю, давай, мол, сюда подарок мне. А он пробубнил что-то и ушел. Я так и ничего не поняла. Юрий, вот в дарме ты встречался с девушкой, с Татьяной, да? У вас там отношения были, все такое. Ну, а что потом изменилось? Мне почти сразу же пацаны написали то, что Танька хвостом вильнула. Так что я давно в курсе. Ну, я не знал, правда, то, что она с Денисом загуляла. Не понимаю, зачем она ему? Ну, понравилась она ему. Любовь у них. Да нет, ну, вы что, я пока служил, у нее знаете, сколько парней побывало? Она, наверное, сама со счета сбилась. Мне что теперь, полгорода перебить? Так вот, может, Денис как раз этого и боится, что ты ему морду набьешь, как только узнаешь про его отношения с Татьяной. А вы думаете, что это может быть Денис? Специально все подстроил, сам икону у бабки спер, а меня подставил? Тоже мне друг называется. Несколько минут назад на Литовской улице в Петербурге случилась авария с участием сразу десяти транспортных средств, в том числе четырех автобусов и КамАЗа. Егор, ну сделай потише, ты мне сосредоточиться не даешь. А на Приозерском шоссе столкнулись сразу. Так, в этот день Денис Степанов пересдавал экзамен. Его группа начала сдавать 12 часов. Смотрю, ты вся в поиске, процесс пошел. Ну да. Слушай, Егор, а если, допустим, в нашем городе надо сбыть с рук краденую икону, вот куда ее понесут? Не в музей же? Да. Ну смотри, есть три варианта. Первый, барыга по кличке Кошель, но он скупает дешевку, не тот уровень. Второй вариант, оценщик антиквариата Виктор Хоркин. Как раз его подозревают во всяких темных делишках. Ну и третий вариант, если вдруг ее взяли под заказ для частного коллекционера, но это практически безнадега. Если что, случайно где-нибудь всплывет. Так, подожди. Хоркин, Хоркин. О, Сергей Хоркин. Как ты думаешь, там у оценщика он кто? Ну если не однофамилиец, то судя по возрасту, внук. Ну вот, отлично. Сейчас я проверю их родство и позвоню Игорю Петровичу. Слушай, Аня, это точно? Внук скупщика краденого Сергей Хоркин учится в одной группе с Денисом? Отлично. Хорошо поработала. Молодец. То есть вы считаете, что это я свою родную бабушку обокрал? То есть самого себя? Вы долго думали это вообще? Ну смотри, Денис, в то утро ты встречался с Татьяной Красковой, так? А что за пакет был у тебя в руках? Учебник по сапрамату. Я на пересдачу шел, взял учебник на всякий случай, ну мало ли что. А Танюха подумала, я сюрприз какой-то приготовил. Захотел он у меня пакет этот отобрать. Все время ждет подарков. А вот твой одногруппник Сергей Хоркин, он тебя со своим дедом не знакомил? Смеетесь? Зачем мне его дед? А вот Серега к Танюхе подкатывал. Встретил нас в центре и стал клеить ее. Прям при мне, представляете? Так, ну и чем дело закончилось? Ничем. Я предложил отойти, поговорить по-мужски. Ну, он вроде отстал. Только потом я видел у Танюхи в телефоне звонки от какого-то Сергея. Не знаю, может он, может нет. А она что говорит? Она говорит, клиент, ходит к ней маникюр делать. Да, интересная семейка этих Хоркина. Надо бы с ним познакомиться. Опа! Ну, как я вам? Солнце-то зашло. Ты что, замуж собралась? Кто счастливчик? Ой, один ювелироценщик. Ну, возможно, не чистый на руку. Но нам, невестам, что за беда. Главное, чтобы знал, на кого свои денежки тратить. Ну, если серьезно, будь там повнимательнее. Никакой самодеятельности, только по инструкции. За этим делом могут такие бабки стоять. Тебе серьги вместе с ушами поотрывают. В ночь мы выйдем с тобой. Подстрахуем. Ань, запомни. Если вдруг что-то пойдет не так, ты прям мобилу свою бери и в окно кидай. Я через 20 секунд подлечу. Да ладно, что ты так нервничаешь. Ну, ты наш луч света в этом черном царстве. Мы тебя берись должны. С Богом. Ну, я пошла. А ты как, ну, проконтролируешь. Юрий Логинов был обвинен в краже старинной иконы. Расследуя обстоятельства этого преступления, детектив Лукин пришел к выводу, что Логинова мог подставить его приятель, внук потерпевший, Денис Степанов. Однако это не подтвердилось. Следствие продолжается. Здравствуйте. Добрый день. Чем могу быть вам полезен? Нравится? Ничего так. Ничего. Ничего, а что-то. Но только носить мне его нельзя. Хотите заложить? Ну, не совсем. Понимаете, мужик у меня горячий, щедрый. Но только когда пьяный. Вот вчера мне подарил эту безделушку, а сегодня, говорит, не носи его, верни обратно. Представляете? Чего ж он так долго-то, а? А я вот что думаю. А скажу-ка я ему, что я его потеряла. Ну, а что? Мы же вчера все равно с ним из ресторана никакие выходили. А с меня-то спрос какой? Никакого, правильно? Ну что, здорово придумала? Ничего так. Но только знаете что? Сдавать его под всякие квитанции мне не очень хочется. Ну, сами понимаете. За пять копеек с последующим выкупом. Ну, вы мне нормальную цену назовите. Ну что, я не понимаю, что ли? Пол цены и забыли друг про друга. Пятьдесят тысяч. Грабеж. Ну, как хотите. Тогда возвращайте это колечко вашему мужику. Ну, ладно, хорошо. Семьдесят и по рукам. Ладно. Ну, вот и славненько. Вы хоть понимаете, сколько статей уголовного кодекса собирались нарушить? Ну, мы вам все это простим, если вы нам поможете в одном деле. Я готов к сотрудничеству. Важно было, чтобы Татьяна согласилась поехать в офис детективов и ничего не заподозрила. Хоркина детектив Лукин туда уже доставил. Привет. Привет. Ничего не поняла из вашего звонка. А чем я Юйку-то могу помочь? У тебя будет согласна. Спасибо. Ну, что вам надо? А нам нужно, чтобы ты с нами проехала в офис. Игорь Петрович, тебе все объяснит. Прошу. А чаем у вас угощают? Сама собой. Ну, и зачем вы меня сюда притащили? Я хочу показать вам одну вещь. Вчера на аукционе в Нью-Йорке была выставлена икона 15 века. Вы, Школе, какой язык изучали? Английский. Ну, вот тогда поймете, что здесь написано. Посмотрите оценочную стоимость иконы. 300 тысяч, ну, не рублей, естественно. Как? А мне сто штук деревянными? Уж не этот ли господин? Егор? Прошу. Тварь, крещенник, рожа уголовная! Меня кинул и решил нажиться, да? Тихо ты, успокойся, ты что? Все, все, сядь. Делаю официальное заявление. Эта девушка пригласила меня к себе домой, чтобы я оценил икону и обстановку. При осмотре иконы я обнаружил, что она представляет собой культурную и историческую ценность. Я отказался. Она предложила всего лишь 100 тысяч рублей. Ну да, удержаться вы не смогли. Вы когда познакомились с этой девушкой? Полтора месяца назад. Внук привел ее к нам домой. Вот тогда-то она и узнала, что я являюсь профессиональным оценщиком. Я не знал, что эта икона ей не принадлежит. А Татьяна Краскова когда вам принесла икону? Позавчера утром. Тогда же я с ней рассчитался. Рассчитался? Да ты меня кинул, гад такой! Сядь. Я сама все расскажу. Это что же получается? Ты водила Хоркина в квартиру Степановых, когда их не было дома? Я у бабки ключи стащила. Потом, когда их дома не было, привела этого Хоркина. А икону забрала ночью, когда Денис и Юрий отмечали дебель. Да. Мне позвонил Денис, предложил с ними встретиться. Сказал, что Юрий пошел к нему на квартиру за деньгами, а бабка уехала куда-то. Ну и дальше что? Сначала я икону и золото взяла. Потом пошла к Юрику и подложила ему часть золота в барсетку. Слушай, ты же встречалась и с Юрием, и с Денисом. Одного ты подставила, другого обокрала. А нефиг такой, как я, подкатывать, раз бабла нет. Я хочу красиво жить, понимаете? Они и знают, как только свои книжки читать, да и на работе корячатся. Мы задолбали, лохи недоделанные. Да, девочка, какая же ты глупенькая. Мне тебя даже жаль. Ну я так все хорошо придумала. Ну где, где же я прокололась? Спасибо вам большое. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Были бы вы там из наших, я бы проставился. Ну а так даже... Юра, Юра. Юрочка. Юра, Баба Варь. Прости меня, мальчик мой. Ведь я же решила, что это ты икону украл. Баба Варя, ну что вы, ничего страшного, вы ведь не со зла. Я ведь у вас все детство в доме провел. У вас еще такие пирожки вкусные были, помните? И блинчики. Помню, помню. Ты очень хорошо кушал, помню. Варвара Федоровна, к сожалению, скоро вернуть икону не получится. Ну, понимаете, формальности всякие. Это же другая страна, область международного права. Это ничего. Ничего, все хорошо. Икона действительно охраняет наш род. Мне очень не нравилась эта девушка Дениса, Татьяна. А икона избавила нас от нее. Вот. Ничего себе, поворот. Татьяна Краскова и Виктор Хоркин ожидают суда. Украденная икона была снята с аукциона в Нью-Йорке.